Здравствуйте друзья! Наконец-то ко мне добрался первый экземпляр выключателя из новой линейки Atacara D1, предназначенных для экосистемы умного дома Xiaomi. Напомню, что в этой линейке представлено 8 моделей выключателей, 2 беспроводных на 1 и 2 клавиши и 6 проводных с нейтралью и без нейтрали на одну, две и три управляющие линии. Героем этого обзора будет трехклавишный выключатель с нулевой линией, модель 26. Выключатель имеет zigbee интерфейс, то есть для его работы нужен шлюз, либо zigbee координатор. Максимальный ток до 10 ампер считается по входу. Соответственно, нагрузка при напряжении 220 вольт 2200 ватт общая. Размер 8,6-8,6 на 4 сантиметра. Дизайн коробки Atacara D1 скорее соответствуют глобальным версиям. Она чуть-чуть больше размером, голубой логотип и фото выключателя, а не схематическое изображение. Но по изобилию иероглифов становится понятно, что это китайская версия. Пересылка оставила свои следы на коробке, но тем не менее, содержимое не пострадало. Сразу бросается в глаза непривычно большое количество кнопок, раньше более двух у выключателей от Atacara не было. В комплекте, кроме выключателя, еще имеется небольшая инструкция с иероглифами и винты для крепления в квадратном подрозетнике. Итак, что нового во внешности выключателя. Кроме увеличения количества клавиш, они теперь не занимают 100% площади, как в первых версиях. Тут по периметру видна узкая около 1 мм рамка. Индикаторы активности переехали с нижнего торца выключателя на фронтальную сторону клавиш, их теперь лучше видно. В сравнении с первой версией Atacara, тут видно, что у новинки клавиши находятся внутри рамки, а у старой версии – поверх рамки. Логика работы светодиодов – подсвечивать голубым цветом активные клавиши там, где замкнуто реле. Явно не хватает просто подсветки, например, белым, чтоб просто видеть его в темноте, на мой взгляд это не доработка. Задняя часть предназначена для установки в квадратный 86 на 86 мм подстаканник, глубиной не менее 4 сантиметра, а лучше чуть больше, чтоб дать место для проводов. В этой модели проводов максимальное количество 5, входящий 0, общий с нагрузкой, входящая фаза и 3 выходящих управляемых фазы. Крепится все, как и в предыдущей версии, на винтах. Не забываем также, что нагрузка на выключатель считается по входу, 2,2 кВт на все, а не на каждую линию. Панель с клавишами снимается аналогично первой версии, нужно отжать пару защёлок внизу. Ничего сложного, главное не использовать узкую металлическую отвертку, она испортит корпус. Тут решили изменить конструкцию клавиш. В первой версии были изогнутые рычажки, которые начинают ломаться, у меня даже есть видео по их ремонту. Здесь делали кнопки с черными вставками из плотной резины. Посмотрим, как они покажут себя в использовании, но выглядят однозначно надежнее первой версии. Со стороны выключателя особенных изменений я не заметил, разве что микропереключатели теперь с белыми кнопками. Для версии с нулевой линией нагрузка не нужна, достаточно только подвести фазу и 0, и можно приступать к подключению. Выключатель поддерживается и старыми шлюзами второй версии и новой третий. Проблем с совместимостью не будет. Я выбрал один из шлюзов второй версии. Для сопряжения необходимо зажать центральную клавишу. Выключатель быстро и без проблем подключился и появился в списке дочерних устройств. Их у меня так мало, потому что все переведено в zigbee2mqtt. Кстати, в основном окне плагина шлюза выключатель не появляется, по крайней мере на текущие прошивки. Но выключатель имеет свой плагин, где есть управление всеми каналами и энергопотреблением. Тут видно состояние каждого из каналов, левого, среднего и правого. И в это окно мы еще вернемся, пока заглянем в меню. Первая опция таймер, который настраивается под каждую из клавиш отдельно. Можно задавать либо период работы, либо отдельно включение и выключение. Выбираем время для каждого из действий и периодичность, однократно либо с повтором по дням недели. Каждой из клавиш можно назначить отдельную картинку, для удобства отображения. Есть 9 вариантов различных видов светильников, вентилятор и еще один вариант другое. Одна из самых интересных опций это отвязка клавиш от прямого управления реле. Тут она тоже присутствует. Каждая из клавиш имеет собственный переключатель, который включает или выключает опцию отвязки. По сути устройство в таком режиме можно рассматривать как отдельное трехканальное реле и трехклавишный логический выключатель. Например, нажатие на центральную клавишу теперь не приводит к обязательному переключению реле. На момент публикации обзора в автоматизациях в качестве триггера сценария доступно шесть событий. Однократное нажатие на каждую из клавиш и три комбинации из одновременного нажатия на две клавиши. Действий 9 по 3 на канал включить, выключить и переключить состояние. По умолчанию клавиши называются просто левая, средняя и правая. Но их можно переименовать через меню установки клавиш. В нем можно выбрать название и локацию для каждой из клавиш. После этого новое название отобразятся в плагине на выбранных клавишах и будут сохраняться в логе. Кстати, тут можно увидеть и варианты нажатий на комбинации с двух клавиш одновременно. Теперь можно подключить нагрузку. Нулевая линия общая, а фазы лампочек выполняющих роль нагрузки я подключил на выходы 1 и 3. Теперь в плагине выключателя видна текущая мгновенная нагрузка 30 с половиной ватт на примере. Ее также можно будет отслеживать в виде исторического графика в разрезе дня и недели, а потребленная энергия в киловатт-часах сохраняется за день и месяц. Работа через плагин в режиме реального времени происходит через китайское облако, поэтому задержки неизбежны. В сценариях, особенно если они прописаны между устройствами на одном шлюзе, все будет быстрее, чем те, у которых режим работы через облако. Они тоже будут подтормаживать. А теперь давайте попробуем подключить выключатель в Home Assistant. Этот шлюз имеет открытые коммуникационные порты. Техническое имя выключателя можно посмотреть в меню About Hub Info. На момент съемки этого обзора шлюз Xiaomi второй версии с открытыми портами и прописанный в Home Assistant не предоставляет возможности работать с этим выключателем Акара. Появится ли эта возможность в будущем, сказать сложно. По крайней мере реле и лампочку Атакара добавить так до сих пор через шлюзы нельзя. В списке поддерживаемых устройств ZigBee 2MQTT на данный момент поддерживается только пять из восьми выключателей серии. Это обе беспроводные версии, двух и трехклавишные без нуля и двухклавишные с нулевой линией. Героя обзора в списке нет. Так как у меня имеется тестовый сервер для экспериментов со стиком CC2531, почему бы не поиграться с выключателем. Его можно добавить через режим сопряжения, но устройство не опознается аддоном. На сайте проекта ZigBee 2MQTT имеется описание, как можно исследовать и добавить новое неподдерживаемое устройство. В случае с Акара D1 все еще проще, так как уже есть открытый Ишью, в котором ведутся работы по его добавлению и есть черновой вариант его описания в файле устройств. Все ссылки и команды, показанные в этом обзоре, кому интересно, будут в текстовом файле, смотрите ссылку в описании. На тестовом сервере я использую ZigBee 2MQTT EACH, эта версия предназначена для разработки. Тут дополнительно включен режим логирования, дебаг. В логе плагина видно, что устройство успешно проходит интервью, однако не поддерживается в текущей версии аддона. Как добавить описание нового устройства? Сначала из консоли сервера выводим список всех контейнеров командой DockerPS с дополнительным форматированием. По имени образа ищем контейнер аддона, который называется ZigBee 2MQTT EACH. Выделяем и копируем его ID, он выглядит как набор из 12 символов. Далее, используя этот ID, входим в консоль этого контейнера. При помощи самого матерого редактора VI под Linux, открываем для редактирования файл Devices.js, в котором описаны все поддерживаемые устройства. Он довольно объемный и насчитывает в текущей версии почти 11 тысяч строк. Для упрощения процесса поиска я сначала открыл этот файл в репозитории проекта и по номеру модели нашел, где прописаны поддерживаемые версии Acara D1. Зная номер строки, перемотал до нее открытый файл. Получилось между двух клавишником с нулем и сенсором температуры и влажности Midzi. Для включения режима редактирования в VI нужно нажать клавишу I, после чего я правой клавишей мышки вставил скопированное из Ищу черновое описание выключателя. Выход из режима редактирования клавишей Escape, для сохранения выхода нажимаем двоеточие V и Q. Для выхода из контейнера набираем команду exit. Из основной консоли инстанца вручную перезагружаем контейнер. После этого аддон уже распознает версию модель выключателя и не ругается на то, что модель не поддерживается. Добавленное описание можно увидеть и в топике MQTT брокера. На карте сети выключатель определяется как роутер и имеет две связи с координатором. Тем не менее, на сегодняшний день максимум, что можно добиться, это управление реле выключателя без потребления уровней сигнала и отвязки клавиш. И то такие изменения работают до первой перезагрузки аддона. В серии D1 производитель учел некоторые недоработки первой версии. В частности, это ужасные ломающиеся рычажки в клавишах выключателя. Также неплох перенос светодиодов на фронтальную часть клавиш. Хотя еще здорово не хватает просто ночной подсветки в темноте. Что касается Mi Home, то там выключатель уже можно использовать так сказать на 100%, как в физическом, так и в логическом режиме. А вот в ZigBit MQTT он пока не поддерживается. Хотя работы ведутся и в списке есть уже 5 из 8 моделей, так что остается лишь немножко подождать. На этом все. Если у вас остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Если видео вам понравилось, ставьте лайки. Если вы не хотите пропускать новые выпуски, подписывайтесь на мой канал. Напоминаю, что все свежие новости, а также акции и купоны на товары по тематике умного дома, вы можете увидеть на моем телеграм-канале, ссылку ищите в описании. До свидания, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok